Здравствуйте, уважаемые любители монет и разной старовины. Сегодня очередной выпуск, посвященный моим покупкам в клубе нумизматов. Сегодня я вам покажу три монеты, которые я приобрел себе. И также в качестве бонуса я вам покажу монету, которую приобрел мой друг. Он собирает американки типа Double Eagle по годам. Но все же начнем и с моих покупок. Я вам покажу монету, которая мне попалась, но за последние, скажем, лет пять точно в первый раз. Я в прошлом выпуске вам показывал 10 гульденов Вильгемины 1912 года. Они были в штемпельном блеске, но это довольно распространенная монета. А вот 5 гульденов, она очень маленькая. Сейчас я, кстати, все технические характеристики этой монеты вам прикреплю. Но интересна она также тем, что хотя по всей литературе ее тираж миллион штук, но попадается на практике у коллекционеров она очень редко. И встретить ее не просто в коллекционном состоянии, а в любом состоянии практически невозможно. Много коллекционеров и просто инвесторов, которые длительное время собирают, имеют разные монеты у себя в коллекции. Это в основном, как вы понимаете, разные французы, ангелы Франции, французские 20 франковики с петухом, гельветики 20 франков и тому подобные монеты. Они, когда видят 5 гульденов, они очень удивляются и хотят сразу же эту монету приобрести. Чисто для разнообразия. Но люди, которые собирают, не просто инвестируют, они за такую монету готовы поторговаться. Я когда ее увидел, я вообще ничего не ожидал от последнего нашего клуба, который происходил в это воскресенье. Я буквально 2 часа выходил, не купил ни одной монеты. Был, скажем так, не очень рад, а на самом деле дико зол, потому что пересмотрел человек 30-40, не знаю, может человек 35. Я пересмотрел альбомы, клястеры. Не нашел ни одной монеты, которая мне подошла по соотношению цена-качество. Некоторые монеты были неплохие, но в космосе цены. Некоторые же монеты были просто хлам. Я ничего не купил. Но уже потом, когда я пошел пить кофе, я встретил знакомого, взял у него альбом, а он вернулся недавно из поездки. И я у него выкупил 3 монетки. Одну 5 гульденов, а другую, как раз ту, которую я сейчас в руках вам показываю, это Виктория. Только Виктория не щитовая. Я вам для контраста покажу также еще и щитовую. Она будет вместе с этой и по блеску мы сравниваем ее, и по состоянию общему. И простая Виктория 1880 года. Это Саверен. Виктория молодая, с хвостиком еще называется, с косичкой. Но она не с щитом, а с Георгием Победоносцем. И, как вы видите, монета в ярчайшем штемпельном блеске. Не имеет, по крайней мере, глубоких сильных царапин. Она очень приятной сохранности. Вы сами понимаете, это 1880 год. Монете 142 года. Она практически без следового обращения, в ярком штемпельном блеске. Есть, конечно, на канте, если очень присмотреться, такие как микро-микро-зазубринки. А вот они в сравнении. И по блеску, и по всему. Одна 1872, это щитовая. Другая 80. Как вы видите, монета очень целая, живая. Опять же, технические характеристики, вес, пробу. Я вам все обязательно в уголочке прикреплю, чтобы начинающий коллекционер мог себе понимать, о какой монете мы говорим. Также постараюсь прикрепить тиражи, чтобы вы тоже ориентировались плюс-минус в распространенности данной монеты. Но, что хочу сказать по сохранности. Как вы видите, критерии я свои, которые я в предыдущих видео вам рассказывал, применяю на практике. Покупаю монетки только в штемпельном блеске. Много моих монет у меня, которые люди купили, очень довольны. Щитовые я собирать начал и по годам, и даже дубли беру часто, яркие, когда вижу. Очень ликвидная монета. Те вопросы, которые вы мне задаете в комментариях по инвестициям и по мойке монет. Вкратце вам скажу. Золото мою Доместесом. Обычная зеленая баночка. Потому что тоже много читал комментариев. Что же касается критериев, только монеты в штемпельном блеске. Потому что они ликвидны, интересны. Они всем нужны. Это я купил третью монетку. Монета распространена. Она не какая-то редкая. Это обычный Наполеон Третий. 20 франков. Без венка тип. Но монета с штемпельным блеском и зеркальным полем. Когда ее чуть-чуть притеняешь, видно зеркальность поля. Практически без следового обращения. Притертости, если и есть, они минимальны. Причем портрет тут явно слабее. Сейчас мы с вами посмотрим на реверс. Реверс будет поярче. Там очень блеск радиальный, без разрывов, приятный. Монета, как вы видите, не царапанная, не пиленая. В ломбарде не была. Такую монету можно смело посмотреть. Какой сейчас вы блеск увидите. Яркий, красивый, насыщенный. То есть монета может как коллекционный материал восприниматься. Не просто как кусочек золота для инвестора. Ее не мыли. Есть немножко следы видно. Загрязнение. Над буквой А в слове Францис. И над буквой И немножечко есть чернота. Но это и хорошо. Тоже технические характеристики. Вес, стираж, все прикреплю. Вес стандартный. 6,45. Проба 9 сотая. Также обратим внимание на гурт. Франце протеже. Ди протеже. Пожихрани Францию. И показываю монету, которую приобрел мой друг. Кстати, она слоббирована, как вы можете заметить. Ей присвоен Грейт МС-62. Компания НГЦ. Монетка довольно яркая. 900 года. Тип Дабл Игл. Ее еще так в литературе называют. И, насколько вы можете видеть, ярчайший штемпельный блеск. Практически без следов обращения. Хотя на поле, сейчас, когда мы будем смотреть монету более близко, вы сможете увидеть маленькие соударения этой монеты с другими монетами. Еще в литературе, как мне сказал мне очень мой хороший друг Сергей, мне уточнил. Это называется Бед Маркс. Я такие штуки, когда видел, такие микропритертости, микро, скажем, по полю, следы. Я думал, что это следы обращения. У меня были монеты даже ярче, чем вот эта в слабе. Но с такими следами я очень переживал, удастся ли мне ее заслабировать. Теперь я знаю точно, с такими штучками монета слабируется. Даже с минимальными какими-то царапинками. И ангей присваивается тоже Great MS. Что же касается этой монеты. Ярчайшая, блеск, лучик. Вы можете сами представлять, монета довольно массивная. Весит 33 грамма с хвостиком. Технические характеристики прикреплю. Что же касается ее цены. Вы можете сами понимать. Цена 2000 долларов плюс. Но, как мне кажется, за слабированную монету, если ты собираешь по годам, и тебе есть на это возможность, очень неплохое приобретение. На несколько ваших вопросов я ответил по чистке. По наполнению инвестиционному создам видео короткое. Вот такие вещи мы купили, мы видели. Теперь будем обсуждать, дискутировать в комментариях. Мне будет приятно почитать ваши мысли, всем вам ответить. Очень рад, что вы подписываетесь. Кстати, не забывайте, новички, подписывайтесь. Лайкайте, это поможет распространять. Ну, а на сегодня всем, все. Желаю всем вам крепчайшего здоровья, нумизматической удачи. И самое главное, мирного неба над головой. Это нам всем нужно. До свидания.